добрый день мои дорогие зрители даже если вы совсем не верите в суеверия существуют приметы которые давно испытаны сотнями людей к примеру приметы о пустой посуде издавна у нас довольно популярна традиция соседей и друзей угощать домашней едой на большие праздники мы стараемся угостить одиноких людей и пенсионеров во многих странах при переезде в дом соседи приносят посуду с разнообразными блюдами чтобы познакомиться и поздравить новоприбывших после угощения все эти судочки баночки тарелочки конечно же возвращают однако издавна наши предки верили что такая посуда не должна возвращаться пустой как же лучше и как нужно возвращать посуду после угощения мы с вами сейчас и разберем но прежде я буду благодарна если вы подпишитесь на канал нажмете на колокольчик и оставите свой комментарий под этим видео буду вам очень благодарна за поддержку канала и так судочек тарелку форму для выпечки или лоток в котором соседи передали вам продукты при возврате обязательно нужно что-то положить это может быть ответ на угощение сладости для детей конфеты россыпью или хотя бы милая записка с благодарностью в народе ходит поверье которая гласит нельзя возвращать пустую посуду обязательно в нее положи что-нибудь тогда тебе это обернется добром согласно поверьям если отдавать пустую посуду это может привести к проблемам с финансами возвращение пустой посуды может привести к бедности и неприятностям с деньгами а вот ответное блюдо или сладости привлекут достаток и вам и вашим знакомым при возврате пустой посуды может произойти утечка вашей энергии пустоту считают неестественным проявлением вещей поэтому даже в пустой посуде остается энергия и если при возврате посуды не положите внутрь вообще ничего даже небольшой записочки то вы отдадите час своей энергии другому человеку это может привлечь мелкие неприятности в том числе и ссору с тем кому вы отдадите посуду и еще одна причина по которой нельзя возвращать пустую посуду это благодарность проявите уважение и благодарность к человеку который вас угостил положите что-то съедобное или приятное это будет указывать на вашу щедрость и тактичность ваши отношения будут крепки а дружба и общение будут развиваться в будущем кроме этого позаботьтесь чтобы перед возвратом посуда была тщательно вымыта вода помогает не только смыть грязь но избавиться от энергетики которую не хочется передавать другим людям очень важно что все эти приметы касаются не только посуды но и других предметов которые чем-то наполняют если вы одалживали чемодан верните его с презентом внутри если одолжили сковороду угостите тем что в ней готовили а если решили подарить посуду положите внутрь монетку считается что все что человек берет а затем возвращаясь благодарностью или презентом возвращается ему в двухкратном размере отдав пустыми можно потерять половину того что имеете а люди верящие в приметы полагают что даже оказаться рядом с пустой посудой опасно потому что она может высосать энергетику у человека который оказался поблизости и конечно же нельзя брать в руки пустую посуду тем кто ослаблен болезнями или плохим настроением это все чем я хотела сегодня с вами поделиться благодарю каждого из вас за внимание и поддержку желаю вам всех благ мира добра благополучия и конечно же крепкого здоровья до новых встреч на канале ты теперь знаешь